Ну и, может быть, в какой-то степени тоже в завершении пролога две совсем маленьких песенки, которых почти никто не знает, их нигде нет и не было, наверное, никогда раньше. Тут просто мои знакомые попытались как-то оцифровать и восстановить мои совсем старые кассеты, я там обнаружил некоторые песни, я даже не помню, что я их написал. Вообще, вот эти две, ну, у меня было даже неожиданно, что они там есть, и подумал, что, а пусть живут. Одно из них я, это маленькое совсем стихотворение, которое я написал себе сам, судя по тому, что на нем написано на день рождения, когда мне было 33 года. Ну, такое странное, самому себе, может быть, пусть будет. В глухой стене ржавеет гвоздь, и тусклая лампочка горит. Я пустоту грызу, как кость, быть может, что-то есть внутри. Мы зацепили, край сидим, санец срывается на крик. Тогда чё же мы сидим? Ведь нам же только 33, а время никакой. Ни врач, оно не лечит вообще. Мой город в старый мокрый плащ, мой порист, нитка в том плаще. Мой город полон пустоты, ненужных дел, неважных слов и этой самой суеты. А остальное за стеклом оно бежит. За мной вслед по шпалам тяжело бежать. И недописанный куплет оставлен на столе. Лежать я в нём зажатый, как кулак. И не связать ни слов, ни дней, и только холод. От стекла и строчки капель на окне в глухой стене. Ржавеет гвоздь и тусклая лампочка горит. Я пустоту грызу, как кость, быть может, что-то есть внутри. И склеют ленту, как в кино. И я забуду, что устал. И завтра счётчик щёлкнет вновь. И я переживу Христа. А второй совсем забавный, но я помню, откуда оно взялось.